Ё-моё! Офигеть! Четвёртый час дороги. Телек решили повесить. Ну что ты там? Great Britain. Я говорю, Беларусь. Она такая, English speaking. Она такая, so-so. Ну вот и всё. Неплохая получилась история. Мы уже собираемся. Номер опустел. Ключи мы уже сдали, потому что это надо было успеть сделать до двенадцати. И выезжаем. Ну как? Вернее, ещё надо будет подождать часа два, наверное. Или три. За это время мы ещё сходим на обед. Потому что сказали, что ланчбоксы нам никакие не полагаются. Поскольку мы успеваем к началу обеда. Да. Мы уже собрали вещи, которые мы переоденем, когда будем влетать. Потому что сегодня здесь один, наверное, из самых жарких дней нашего пребывания в Египте. Не кстати. Ну, что имеем, то имеем. А сейчас будет мини-рум-тур. Здесь у нас балкон и вид на морюшко. Вот там вот кусочек. Соседний отель. Ну и кусочек нашего отеля. На этой кроватке спала я. Родители. А вот это кресло раскладывалось в Верину кровать. Такая вот маленькая, хотя, ну, наверное, она практически такая же. Комодик. Телевизор. Зеркало. Придется со вспышкой, если она заработает. А она, походу, не заработает. Ну, о! Света уже нет, потому что ключи сдали. Поэтому со вспышкой тоже всё видно. Зеркальце. Классный фен. Очень хорошо работает. Очень странная душевая. Вся вода капала вот сюда. Но сам душ очень классный. В нём много режимов. Чё такие? Да. Сейф. Что ты говоришь? Сейф нашёл. Угу. Вишняя подушка. Шкаф. Ещё холодильник показать надо. А. Чайник. А чашка куда наделась? Одна. Ну, ладно. В морозильник. Это мы оставили мальчику, который убирает. Всё. Вдруг кто-то будет в этом отеле. Да. Это был наш номер. Дядечка, наверное, прибывает в шалке. Зашёл записочку почитать. Главное, что он умел читать на английском. Зашёл и больше его никто не видел. Угу. Приятного аппетита. Сейчас уже понравилось. Угу. Это текст. Расскажи. Угу. 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 Здесь надо оставить... Может, я лучше его поношу? Да? Хм. Угу. я не хочу оставлять здесь свой рюкзак верен чемодан не жалко поэтому оставим его здесь ладно не пойду так и вы их нельзя забирать меняться можно поменять конечно он даже свою какую-нибудь вот кин стрекать или подстрекать потому что мини-библиотека вы предлагаете не забрать и сюда книгу еще не языке который мы не знаем что то есть покажу самый офигенный вид наверное одна из видеть карточка этого отеля морожен морожен это пытались в паре шубы мы в шубах приехали будем отмечать 172 подписчика на этом канале короче такая большая цифра и на самом деле . здесь вы жарили пиццу и вкуснейшие лепешечки телек решили повесить вот это здание это основной корпус здесь проходят на втором этаже завтраки обеды и ужины а на первом этаже только завтраки и ужина но еда везде разная но что-то повторяется но так вообще все разно это спан вот здесь вот а там внутри крытый бассейн отличный вариант чтобы не сгорать на этом палящем солнце потому что ожоги страшные просто сколько мы едем отдыхать никогда такого не было как здесь а еще там спа процедуры всякие массажи спортзал и номера также вот здесь небольшой детский бассейн но он холодный а рядом с ним бассейн с подогревом вот в нем мы собственно и проводили большую часть времени также имеются горки но они в процессе да вот там рабочие ходят но это будет что-то очень масштабное крутое а вот там кстати пальмочка на самом деле эта вышка прям очень круто сделано мы познакомились с очень классными людьми из армении сначала мы подумали что они из грузии но они сказали что ничего страшного потому что они также путают россиян с украинцами и с белорусами поэтому вообще без разницы вот так и мы все время забываем как их зовут потому что у них очень необычные они красивые именно но они очень необычные для нашего именно восприятия они нас сразу запомнили представляете насколько неловкая ситуация для всех нас поэтому если они посмотрят простите пожалуйста мы не со зла вот как раз они не буду снимать прям они она только мама у нас 375 да а отдельная улица 75 пока там остальные обмениваются номерами я немножко покажу еще территорию отеля я отдельно снимала скорее всего тоже какой-нибудь ролик смонтировать но здесь пока делать нечего все равно еще разочек покажу кто-то да и посмотрит одно из двух видео точно вот это red sky бар на котором мы проводили караоке вечер по-моему караоке как-то так он назывался и так же бар анимация основная здесь и так же продолжалось например сегодня на пляже там была пенная вечеринка прикольная такая штука пушистик они все зацветают я даже трогать это не буду какие-то ягодки ну вот оно видишь потом трескается и получается цвет и получается все равно все значит оно усыпано хотя она вряд ли оно моментами здесь очень любят слушать майкла джексона постоянно не нравится это пляжный бар а вот там как раз была пенная вечеринка здесь такой райский уголок и поле для игры боча бонча надеюсь правильно запомнил такая занимательная игра на прочность два волейбольных поля и морешко сейчас продолжается отлив хотя скорее всего прилив тоже будет ближе к вечеру а вот там уже виднеется иордания и большие понтоны вот там наш сейчас подойдем к нему рыбное место рыбное местечко ты посмотри какое нереально какой круговорот рыбок главная постоянная рыбка этого отеля рыба-кирпич о небольшая поправочка в общем вот этот островок это Саудовская Аравия уже а вот там уже виднеется иордания перепутала здесь конечно нереально просто из воды кстати здесь выгоняют как из бассейна так и из моря в пол шестого вот с наступлением темноты особенно у них сейчас рамадан пост который все здесь очень сильно соблюдают серьезно ответственно поэтому тем более вот строго пол шестого все уиньк из воды ну и на самом деле находятся люди кто еще потом запрыгивают в воду даже в море идут но как по мне это просто небезопасно а вот там Риксис отель и настолько у него длинный этот пантон пандус что на него подвозят на баги и на электрокар ну для сравнения вот наш заканчивается а их уже там продолжаются и несколько выходов чтобы поплавать money 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 и тебе еще надо брось какая-то странная штука но она двигается нет это понятно мы были где-то там она двигается ну ой может кто-то знает что это такое но очень странно выглядит что-то чудотворец сейчас 46 а сейчас 40 сейчас ну 12 46 смотришь как они про мурану это говорили когда у нее говорит рот открыт она что-то делает все хорошо говорит если закрыт тогда все да это уже очень плохо Вера ты сказала это морской язык да какой язык это мама сказала огурец кто сказал что мешает ябка что там что это скат скат твою налево где чёрный ё-моё большущий какой-то офигеть аааа видно вообще да какой огромный какие-то угольки как это армия офигеть может предупредить там же скат он конечно не дойдет наверно но понятно он там дедник всё равно ужас какой скат это просто нечто будьте предельно осторожны если быть в Египте потому что это если наступить на него я даже боюсь представить какой исход событий будет ну явно очень плачевный но очень тратно кстати что они выдают такие листовки с этими рыбками потому что когда мы пару лет назад пару лет назад в 2019 году это было ездили на бодискафе погружались мы покупали там эти листовки смотрели какие рыбы ядовиты какие нет ну понятно столько информации ты не удержишь в голове ну это просто опасно хоть они прочищают какой-то определенный пятачок для того чтобы поплавать но вот от нашего отеля получается здесь кусочек и чуть чуть дальше кусочек тоже пляжа море прочищенного ну вот пока ты доплывет до расстояния за тебя же никто ответственность по сути не несет наверное страшно очень страшно вот получается один кусочек нашего отеля пляжа точнее нашего отеля и проплываем и уже получается вот там нужно будет проплыть еще такой добротный кусок от конца пандуса и вот туда переплыть как раз вот здесь вот был этот скат ну а защитник жизни он только здесь один единственный и когда написано даже на табличках что прыгать нельзя все равно люди прыгают хотя здесь очень не глубоко наверное всего лишь метр без комментариев а вот эти штучки это медузы вот здесь очень хорошо видно что здесь территория прочищена а там нет но все равно медуз здесь очень много и 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 У нас ещё 2 часа до вылета, и в этот раз мы проходили паспортный контроль уже в новом корпусе, поэтому теперь будем наслаждаться этим европейским выбором в дюдике, потому что у нас ничего не осталось уже в Беларуси, по минимуму там, наверное, алкоголь, и всё. А здесь прям очень круто. Да протирай всё, что нужно. Протираю. Дело осталось за мало, прождать 2 часа в зале ожидания. И всё, и мы будем на пути. домой. А теперь будет кринжовая история номер 1, а потом будет кринжовая история номер 2. Ладно, первое, вполне себе, на самом деле, когда мы проходили досмотр, что-то в этом роде, здесь очень серьёзно к этому относятся. Отдельно осматривают мужчин, отдельно женщин, ну и, соответственно, по полу, да? То есть девушки-девушек, мужчин-мужчина. Девушка меня посмотрела, она вообще была полностью, как маму, Веру. Берёт паспорт, смотрит, сверяет, фоткает. И такая, говорит, это ты? Она, типа, на своём, что-то такая, такая, Great Britain. Я говорю, Беларусь. Она такая, English speaking. Она такая, so-so. Она такая, how old are you? Я говорю, 17 now. Она такая, типа, very beautiful. Всё, на этом мы закончили. Но дальше было уже прикольней, потому что мы прошли этот досмотр. У нас у одних почему-то проверили вещь. Скорее всего, это сделали чисто из таких шуточных позывов. Ну, блин. Всё, вывалили. Мой телефон хряпнули об стол. Я уже такая, блин, не дай бог, я его подниму, и он будет весь разбит. Нет, нормально. Всё пронесло. Подходим. В общем, нам надо было дальше проходить досмотр. И тут чувачок такой с тележкой. Такие же люди стояли, когда мы только выходили из автобуса, с трансфера. Типа, я ваши чемоданы возьму, ваши лаги. Мы такие, ну, типа, не, не надо. Он такой, нет, надо, надо. Всё положил. Хотя мы говорили, что, ну, не надо трогать наши вещи. Побежал. Мы говорим, сколько это стоит? На английском. Он такой, нисколько. Ну, понятно, это настораживает, потому что мы знали, что это платно. Ну, ладно, папа говорит, ну, там буквально метра три мы прошли, ну, может, десять максимум. Говорит, дай ему доллар. Маме, потому что у мамы деньги. Она протягивает доллар. И он такой, нет, ну, это как бы пять стоит. Причём так, напористо. Папа там взъелся, мы все на нервах стали. В общем, смотрите внимательно, не ведитесь на это. Немножко мы поторопились с тем, чтобы переодеться в одежду, которая нам будет комфортно уже на родине. Так как сначала на табло мы увидели, что вместо вылета в пять у нас стоит пять двадцать. А сейчас уже бортпроводники сказали, что в семнадцать тридцать пять только вылет. Ну, я думаю, ещё можно минут пятнадцать добавить. Итого плюс лишних сорок минут можно будет подождать. Ну, зато я дочитаю книгу. Я, кстати, не смогла дочитать все книжки, которые взяла с собой. Хорошо быть тихоней, видимо. Придётся читать уже в школе, например, либо дома. Если будет лишнее. Вот так. Немножко не ешь, не пьёшь, и не такая красивая, как я. Посмотри, наоборот, выгодно. Она не ешь, не пьёт. Давай эту спаковочку. Уверены приобретением. Это что такое? Это тоже конфеты такие? Да. Ты уверена? Оно называется... Тут разные вкусы. Ну, это же обычные классические прессы, нет? Это да. Это что-то другое. Хотя это, наверное, те же конфеты. А эти круглые. Как ты круглые засунешь туда? Эти тоже круглые. Значит, их так есть, надо они что-то не поместить. У меня тут нет. Да. Сломаешь просто палочку со мной? Да они все одинаковые там дальше. Ну, охутились. Как я. А то всё остальное шлепплодить. Куда вы? Куда вы? Лучше покажу. Потом изучается пополок, например, полоснастяки. И еще не пошли. Мощного супа. Мощного супа. Оу! 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 С128 button. Оу! Прям приеду домой, посмотрю. Как-то мини-хлеб. Сейчас бы я сама дошла до этого. Шоу четвертый час дороги Китикат Ну красава вообще, я в шоке Здрасте Идём? Домой? Ну ты говнюк, как-то испачкал всё, пойдём Пойдём Не надо, не ори Чё кричишь? Чё кричишь? Катя 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 Катя